Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о том, как я учу немецкий язык и какими ресурсами я пользуюсь. Ну, первым делом я пошла в магазин и купила три книги. Это были вот такая вот книга по грамматике, немецкий язык, полный курс, шаг за шагом, Ганина, автор. Но могу сказать, что она мне не очень нравится, я о ней расскажу позже. Вторая книга это практический курс дойчи, новое издание, девятое. Тут грамматика, практический курс по грамматике. И вот такую вот книжечку, легкое чтение на немецком языке, хулиганские истории Людвиги Тома. Но она легенькая для начального уровня, тут дается все сначала текст и сразу же перевод. Вот, очень удобно, когда ты только начинаешь изучать язык, ты читаешь, смотришь перевод, понимаешь все, что там написано и запоминаешь новые слова и новые речевые обороты. Книга по грамматике мне не очень понравилась, потому что тут неудобно даны темы. Неудобно для меня, может, кому-то это будет очень удобно, но мне в таком порядке изучать грамматику очень сложно. Ну, в принципе, ее можно купить как дополнение к практическому курсу, и если что-то вам не хватает в этом практическом курсе, вы можете найти здесь, чтобы подробнее изучить эту тему. Вот, ну, тут есть большой, тут есть диск к нему, и большой плюс, тут половина книги идет как, ну, что-то типа разговорника. Тут даны разные темы, смотря где вы находитесь, там автобус, ресторан, вообще ориентируемся в обстановке, приводим себя в порядок. И насчет этого даны слова и выражения, ну, что-то типа разговорника. Удобно, в принципе, вторая часть мне нравится этого учебника. Ну, вот самый мой любимый учебник, это практические курсы немецкого языка. Вот здесь все очень-очень удобно предоставлено, как бы все темы идут в очень удобном порядке, их очень удобно изучать шаг за шагом, чтобы было проще. И при изучении последующей темы, предыдущей, вы повторяете. Как бы все упражнения захватывают еще плюс предыдущие темы. Это очень удобно, вы не забываете то, что вы проходили, и вы, как бы, изучаете новое, но еще и повторяете старое. Учебник разделен на две части. После каждой части идет контрольная работа по всем предыдущим темам. Вот. Как он вообще предоставлен? У вас идет тема. Вот, например, лекция N4 идет сначала тема. Описание темы, ну, как бы, грамматическая часть. А дальше идут слова, может быть, какой-то текст, который вы прочитаете, переведете. И упражнения. Упражнения я выполняю все, которые тут даны, ну, которые именно нужно писать. И если это какие-то устные упражнения, я их выполняю устно. Ну, этот учебник очень помог мне изучить немецкий. Я его купила 1 августа. На данный момент, я вот сейчас прошла половину, у меня осталось делать контрольную работу. Но он очень меня продвинул в изучении немецкого, потому что я изучала его с нуля. Немецкий я раньше не знала. До покупки учебников я просто смотрела разные видео по грамматике. Ну, и просто видео на немецком языке. Но могу сказать, что особо я его не выучила и не разбиралась в нем. Потому что, чтобы учить язык, надо делать упражнения. Если просто послушать информацию, да, ты ее можешь понять и запомнить. Но через несколько дней она у тебя искала выветриться, потому что ты не закрепил эту информацию. Надо, как бы, доводить сюда автоматизма. Так что всем советую. Очень хороший учебник. Помимо этого, я смотрю еще видео на ютубе. Я подписана на разных немецких ютуберов, которые рассказывают про политику, про какие-то интересные новости, про красоту. Ну, про разные сферы. Просто привыкаю к живому немецкому языку. Конечно, сейчас для меня сложновато смотреть. Некоторых я практически не понимаю. Кого-то я понимаю больше. Плюс я смотрю немецкие мультики, смешарики. Ну, наш мультик смешарики на немецком языке. Очень интересно. И еще в начале изучения языка я смотрела сериал «Экстра» на немецком. Мне он тоже очень понравился, потому что он более легкий. Он как раз адаптирован к уровню А1. И вы большинство поймете, что там будет происходить. И как раз же будете привыкать тоже к произношению немецкому. Вообще, очень важно тренировать. Я вот сейчас, например, тут есть задание «Переведите текст». Я вот читаю этот текст, допустим, большие уже такие упражнения. Я его с легкостью перевожу. Я сразу сижу и пишу. Но чтобы перевести и сказать, мне сложнее, чем перевести и написать. Из-за этого я сейчас больше делаю уклон на просмотр видео и на говорение. Я теперь, когда пишу упражнение, я проговариваю каждое предложение, чтобы мне привыкнуть к произношению. И чтобы мозг быстро реагировал на как составить предложение и как его сказать сразу. Потому что, когда пишем, у нас есть какое-то время подумать. А когда мы говорим, надо делать это все быстро. Из-за этого я как бы сейчас поставила уклон на это. На говорение. Могу рассказать вам, как начинается мой день. Может быть, кто-то возьмет это себе на заметку и так же будет делать. С утра я просыпаюсь, я иду завтракать. Я включаю себе немецкие мультики в основном. Смешарики. Ну или могу включить какого-то ютубера посмотреть, пока завтракаю. Потом я еду в зал. В зале я слушаю или немецкое радио, или немецкие песни. Я подобавляла себе в контакт и слушаю там. Потом я приезжаю на работу. На работе мне играет или немецкое радио, или я включаю аудиокнигу на немецком и слушаю на работе. Вечером я приезжаю, занимаюсь по этому учебнику. Если мне что-то непонятно в этом учебнике, я нахожу информацию в этом учебнике. Я делаю упражнения, потом я читаю немного книжку. Вот эту я еще купила другие книги для чтения. Эту я практически закончила. И потом я могу посмотреть пару видео ютуберов, на которые я подписана, чтобы закрепить результат именно на произношении, чтобы понимать людей, когда они говорят, быстро. И все. В принципе, так каждый день. Я не делаю. Очень редко я не занимаюсь немецким. Все равно что-нибудь я сделаю в день. Но я могу иногда пропустить занятия по учебнику, но это за два месяца бывало очень редко. В основном я постоянно изучаю. Я не делаю перерывов, чтобы у меня все планомерно развивалось. Все ссылки на ресурсы, на радио, на ютуберов, на книги я вам приведу в описании к видео. Все они будут там. Так что подписывайтесь и учите немецкий. Немецкий замечательный язык. Все у вас получится. Все это не так сложно, как кажется. Всем удачи!